Солдаты злые, солдаты в отчаянии, солдаты не понимают, чем они занимаются. Они хотят освободиться от пут, давайте позаботимся о них. Но вместо этого мы имеем это двухголовое недоправительство, которое возглавляют двое мелких, ничтожных, пустых людишек. И трагедия в том, что до сих пор есть евреи, которые продолжают верить в безумный миф о том, что Шамир лучше Переса. Сколько будет 2 умножить на 0? 5 умножить на 0? 100 умножить на 0? Шамир лучше Шимона Переса? Кто был премьер-министром все эти 18 месяцев интифады? Перес или Шамир? Кто контролировал это правительство последние 18 месяцев? Перес или Шамир? Кто не аннексирует территории с 1977 года, когда к власти пришел Менахим Бегин? Лейбористы или Ликуд? Мы служим идолам. У нас не хватает смелости сказать, что между ними нет никакой разницы. И вот мы сидим и слушаем про безумный план мира путем выборов. Тот момент, когда арабам позволят провести выборы, это будет значить, что земля в их руках. Это будет значить, что она им принадлежит. В ту же минуту, когда мы не стали аннексировать эти территории. Это означало, что арабы были правы. Они оккупированы. Если земля освобождена, ее аннексируют. Если вы не аннексируете землю, значит, она не освобождена, а оккупирована. Не надо винить мир. Если палестинцы говорят «это Палестина», или, как говорит Шамир, «это статус-кво», тогда с моральной точки зрения палестинцы правы. Винить надо не мир, а самих себя. Никогда не существовала арабской проблемы, всегда была только еврейская проблема.